У нас уровень реки федерального значения Суджа приблизился к критической отметке. Совещание в правительстве начинается с обсуждения сложившейся ситуации с паводками в республике, которые стали следствием обильных ливневых дождей. Магомед Девлоев отметил, что из-за осадка в Ингушетии уровень реки Суджа приблизился к критической отметке. По поручению главы региона Махмуда Али Калиматова, в республике экстренно создали правительственную комиссию. Накануне заместитель председателя правительства Магомед Девлоев побывал в Судже и в Карабулаке. Подтопление, что по городу ливневые дожди. Ливневые дожди, да. Нет, выхода из-за русской реки не было. Хорошо, по мостовым сооружениям, которые у нас есть, вы самые расчистенные полы. Максимальный предел в паводке? Нет. Еще нет, да? На месте со вчерашнего дня работают ответственные службы. Последствия уже устраняют. Оперативный штаб держит сложившуюся ситуацию на контроле. У нас объем реки федерального значения Суджа был близок критической отметки. В этой связи весь оперативный штаб, были развернуты пункты. Соответственно, все население этих двух муниципальных образований также было оповещено о том, что при достижении отметки критической, надо будет нам эвакуировать непосредственно население, которое находится вдоль реки Суджа. Благодаря слаженной работе всех участников оперативного штаба и также той работе, которой нами была проведена противопаводковая работа по расчистке русских рек, а также мостов и сооружений, нам удалось избежать тяжелых последствий. К ночи и полуночи уже спад пошел на 50, а потом и на 140 сантиметров соответственно. На сегодняшний день критическая отметка не подошла, уровень реки, в реке Суджа он стабилизировался. Однако, ну и сегодня также на совещании, которое было проведено, было должено и сообщено всем министерствам и ведомствам о том, что нам не стоит терять бдительность, и поэтому работа оперативного штаба продолжается. И результаты работы, результаты, которые достигли соответствующего ведомства, и критика соответствующих некоторым ведомствам будет отражена и до иного главы республики. По информации МЧС, из-за подъема уровня реки Суджа смыло временную переправу в Карабулаке. По улице Промыслово, где идет реконструкция моста, в Судже из-за обильных осадков также подтоплены частые дома и магазины. В городе уровень воды поднялся до 300 сантиметров, в селении Барсуки до 290 сантиметров. Поток воды сейчас постепенно спадает. Оперативный штаб у нас действует. Все мосты, переправы вдоль реки Суджа, во всех муниципальных образованиях, в том числе помимо города Карабулак и Суджа в Суджинском районе и населенных пунктов Назрановского района, они обследуются. Уровень реки ежечасно замеряется, и вся эта информация поступает ко мне. Та информация, которая аккумулируется у меня, как у руководителя данного штаба, она предоставляется главе республики, и Махмуд Алимак Сирюбович контролирует данную ситуацию. Из-за ливневых дождей в Ингушетии частично повреждены линии электропередач. Сейчас на аварийных участках работают ответственные службы. Из-за сложившейся ситуации произошли аварии на станциях. Специалисты пытаются восстановить водоставжение. Мы неделю назад поставили новый трансформатор, или из-за молнии, или из-за не включить. Сейчас все аварийные прилегали на место и работают. С утра сгорели все ставки трансформатора, теперь меняем их. Все аварийные службы МРСК, Ингушетнерго и Ингушетнерго канала находятся на объектах, на тех объектах, где возможно подойти. Почему? Потому что некоторые трансформаторы и подстанции находятся водоставжение. А когда находятся водоставжение, то уже тяжело и нельзя. Участники совещания обсудили также еще несколько вопросов. В регионе сохраняется опасность распространения полиомелита. Продолжается вакцинация от инфекции. В наличии все необходимые препараты. На 16 июня ревитно-снорастающий методом 5228 человек, что составляет 72%. Из них детское население 4185, взрослое население 971 и 71 мигрантов. В период проведения подчищающей иммунизации против боли медицинских организаций созданы прививочные мобильные бригады. Участковые сети медицинских организаций, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, проводятся в обморовые отходы. Еще один вопрос на повестке дня предстоящий в Ингушетии конкурс на лучшее подсобное хозяйство. Магомед Девлоев отметил, что мероприятие в республике проводится ежегодно и нужно оповестить жителей о старте приема заявок. Просто потому, что вы, в свою очередь, должны довести до населения, что население, возможно, забывает, что это ежегодное мероприятие. Также на совещании обсудили вопросы реализации национальных проектов, ход весенней призывной кампании, ситуации с Корею и не только. Рина Сычоева, Хамзат Хлухоев, Новости 24.